Всем привет! Да, зовут меня Михаил, фамилия моя Изюмов. Мой доклад «Постгрызг глазами техподдержки, чего не хватает ироклистам». Здесь меня всегда напрашивается рисм на сноубордистам. Поднимите, пожалуйста, руки, кто увлекается горными лыжами или сноубордом. Есть такие, да. Вы, наверное, знаете эти шутки, подколы, что типа «ты почему на одной лыжи, на вторую денег не хватило, что ли?». Мне кажется, здесь похожая ситуация, потому что дальше все едут примерно в одном направлении. Я сегодня представляю сервисный центр инфосистем JET. Мы занимаемся техподдержкой и администрированием, в том числе баз данных, в том числе «Постгрызг». И об этом сегодня расскажу. Значит, первая часть, о которой я хотел бы сказать, это типичные ошибки. Что вообще можно сделать не так? Ну, понятно, что можно неправильно настроить. Это вроде все понимают. Но оказывается, можно вообще не настроить. И мы с этим встречаемся, сегодня об этом поговорим. Пойдемся по базе. Значит, основной параметр shared buffers. Ораклисты спрашивают, это что, DB cache size? Ну, да, что-то похожее. По умолчанию всего 128 мегабайт. Почему я об этом говорю? Потому что мы не один раз встречали инсталляции, где этот параметр не меняли. А потом удивлялись, почему тормозит. Какие есть нюансы для ораклистов? Во-первых, любимый директ.io в Postgres вообще не работает совсем никак. То есть мы натыкаемся на двойную буферизацию. Все, что вы читаете в кэш с OBD, должно пройти через кэш файловой системы. А значит, надо умножать этот параметр примерно на 3, когда мы его задаем. Ну и, естественно, дальше тут же сразу надо увеличить max-wall-size. Может быть, включить huge pages, если у вас достаточно много памяти. Потому что вот буквально недавно к нам пришли с одной базой данных. С дефолтным shared buffers, с дефолтным max-wall-size. И очень удивлялись, почему миллионы транзакций стали проходить медленнее, а отчетики вообще не строятся. Следующий базовый параметр workmem. Ораклисты спрашивают, это что, PGA? Ну да, так и есть. Сортировки, хэш-таблицы, все, как мы привыкли. Только есть нюанс. Ну, во-первых, роклисты привыкли задавать PGA aggregate target, PGA aggregate limit. И на этом спокойно жить дальше. Здесь это память на одну единственную операцию, либо сортировки, либо хэширования, объединения. Это надо иметь в виду. Более того, по умолчанию, из-за того, что операции хэширования считаются более дорогими, этот параметр увеличивается на 2. То есть, если вы задали здесь 2 гигабайта, то для операции хэширования будет использоваться 4. На каждую операцию. И призыв к админам собрать статистику, прежде чем менять эти параметры. Почему? Потому что вот мы тоже столкнулись с ситуацией. Заказчик проводил какие-то работы. Довольно много изменений данных. Статистика автоматически не собралась. Пришел админ их, посмотрел, говорит, что-то у нас большие сортировки какие-то. Давайте-ка увеличим. Ну, было 2 гигабайта, сделали 10. Естественно, там хэширование, это сразу 20 на каждую операцию. Быстрее почему-то не стало, зато память кончилась. Есть отдельный параметр maintenance workmem, который указывает память для таких операций, как вакуумирование, создание индексов, внешние ключи и восстановление дампов. Казалось бы, здесь все понятно, настроили и забыли. Нет. Во-первых, есть автовакуум, который по умолчанию работает в 3 потока. То есть, эта память будет использоваться 3-жды. Это надо иметь в виду. Есть отдельный параметр autovacuum workmem, который можно задать именно для операции автовакуума. И призыв к админам проверить автовакуум. Почему? Потому что мы ни один, уже ни два, ни три раза приходили к заказчикам, которые обращались за помощью и обнаруживали выключенный автовакуум. Естественно, ну, я понимаю, как это происходит. Там, ребята, у нас какая-то нагрузка, это не наша, давайте выключим. Давайте выключим. Потом база почему-то начинает расти, все начинает медленно работать. Приходят, говорят, что такое? Ну, включаем. А я почему об этом вообще говорю? Есть куча бесплатных конфигураторов для Postgres, но надо, чтобы это кто-то сделал. Там нужно просто вбить параметры сервера, выбрать профиль нагрузки, и он вам посчитает какую-то базу, с которой уже можно работать, дотюнивать ее дальше. И они, ну, там достаточно простые формулы, ничего сложного, но это нужно сделать. А практика показывает, что зачастую вообще не делается. Архивирование. Естественно, все, кто администрировал с УБД, понимают, что без этого вообще никуда, и обязательно этого настраивают. Но бывают ситуации, например, есть у нас заказчик, у которого достаточно высокая транзакционная нагрузка, порядка 10 терабайт валов в сутки, и они просто не хотят их там архивировать, еще где-то хранить, куда-то бэкапить. Это очень дорого получается. И решили не архивировать. В какой-то момент сработал мониторинг на свободное место. Они зашли, посмотрели, что-то валов много, место заканчивается, давайте удалим. Удалили. Потом ситуация почему-то повторилась. Еще раз они пришли к нам, попросили посмотреть. Естественно, мы там обнаружили что? Реплику, которая отстала. Сама база данных тоже там, порядка 15 терабайт. Оказалось, что валов нету вообще, потому что они их удалили, и они никуда не архивировались, не бэкапились. Пришлось делать реанитализацию, что, в общем, было достаточно долго и не очень приятно. И вторая часть типичной проблемы, с которыми именно ораклисты сталкиваются. Первый вопрос. Где у нас тут интерпрайз-менеджер? Я хочу красивые картинки, по которым все понятно. У вас что, такого нету? Ну, в ваниле, которую по большей части мы и поддерживаем, такого, конечно же, нету. Ну, и дальше постгрессисты говорят, ну, садись слушать. Во-первых, у постгресса есть достаточно много событий, которые можно логировать, и достаточно подробно. Они все сваливаются в текстовый лог, который, конечно, можно читать, но руками это делать очень неудобно. Мы, например, используем пиджи-баджер, который в состоянии этот лог проанализировать, построить график, на котором видно, что там происходило, какие запросы выполнялись, какие блокировки, кто блокировал, какие там ошибки. Можно увидеть, что на интервале были ошибки в логе, какие ошибки. И это уже сильно облегчает нашу работу. Во-вторых, есть любимый ораклисты MySH Viewer, который умеет подключаться к постгрессу и показывать картинки. Вот уже что-то видно. Дальше обзор. Есть постгресс Pro Enterprise Manager, который показывает графики и всякое прочее красивое. Может за вас настроить все параметры, если, например, вы хотите настроить постгресс Pro под 1С. В один клик он это сделает, что достаточно удобно. Есть аналог workload-репозитория ораклоуа, что-то похожее, пишутся снимки, и потом можно на основании этих снапшотов делать какую-то аналитику из того, что есть. И есть много отечественных продуктов. Например, вот платформа Tantor, которая тоже нарисовала неплохой интерфейс. Там тоже есть графики всякие. Есть конфигуратор с подсказками, который скажет вам, вот здесь у тебя плохо. Есть красивая рисовалка планов запросов, интуитивно очень понятная. Есть статистика, где легко найти кандидатов на дефрагментацию. Есть DB-инспектор по конкретной базе данных, статистику посмотреть. Ну, в общем, многие это делают. На платформе Pangolin есть Kintsugi с графиками. Есть тоже красивые планы запросов. Есть ProximaDB 3.0 с красивыми графиками. Ну, здесь вообще меня можно хейтить за то, что я не про всех рассказываю, но это скорее такой обзорчик того, что есть. Есть еще компания Gazinform Service с проектом Yatoba, который тоже все это есть. Но мы в основном поддерживаем Vanilla и чуть-чуть Pro. Вопрос по мониторингу SQL-запросов. В Vanilla у нас есть единственная вьюха PGStatActivity, которая обнуляется при каждом перезапуске кластера, что достаточно неудобно. Ну, здесь, честно говоря, все по классике. Есть PGStatStatStatements, PGProfile, которые позволяют уже более-менее понятно и посмотреть можно какую-то статистику по выполнению запросов на интервале времени, понять, что происходило. Для анализа фрагментации мы, например, используем PGStatTuple, который достаточно быстро, бесплатно и интуитивно, понятно, покажет нам всю информацию об объекте. С аудитом в Ваниле нет ничего, но есть расширение PG Audit, которое, оказывается, все может и работает в продуктивах вполне себе неплохо. По резервному копированию, естественно, ораклисты задают первый же вопрос, где у вас инкрементальный бэкап, почему вообще этого нет, как можно без этого жить. Ну, здесь, во-первых, есть PGPro бэкап от компании Postgres Pro, которая давно уже умеет это делать. А, во-вторых, мы, например, используем PGBackRest, который совершенно бесплатно тоже все это поддерживает. Ну, дополнительный вопрос, есть ли блокчейн-штрекинг. Мы же не хотим читать всю базу данных целиком при инкрементальном бэкапе. Ну, не хотим, конечно, да. Вот от компании Postgres Pro есть расширение P-трек, которое умеет именно это делать. Отказоустойчивость, все вопросы. DataGuard, брокер, обсервер, форсинг иногда спрашивают. Ну, здесь, во-первых, есть репликация, что уже достаточно неплохо. Во-вторых, есть патронии, TCD, и сейчас это все работает уже достаточно стабильно в продуктивах, без особых каких-то проблем. Поэтому здесь, в общем, все хорошо. Дальше идут уже более сложные вопросы по управлению планами SQLF. Где наши профили, патчи, где все остальное? Почему нельзя вообще никак влиять со стороны СУБД на планы выполнения? Ну, как сказать. В общем, компания Postgres Pro говорит, что они в этом направлении активно работают, и у них часть этого функционала уже реализована. Было такое расширение PG Plan Advisor, которое вставляло хинты в запрос. Ну, в основном это было количество строк, и таким образом могло влиять на работу запроса по строению плана. Но оно, к сожалению, перестало существовать. Ну, в компании Postgres Pro пошли еще немножко дальше. Придумали модуль ОКО, который использует модификацию алгоритмов машинного обучения КНН, это Nearest Neighbor, которые позволяют со временем выстраивать более правильные оценки, количество строк на каждую строчку плана. И таким образом подстраивает планы более оптимально со временем. Мы тестировали ее на синтетике, и она, в общем, показала неплохие результаты. Естественно, вопросы, как нам беспростое дефрагментировать объект или поменять его. В DBMS Redefination все очень привыкли, но здесь есть PG Repack, который все это делает, и достаточно неплохо мы его на Prode используем. Есть вопросы с установкой расширений. Ну, почему? С одной стороны, очень классно, что можно собрать свой автомобиль без лишних модулей, который будет легче, проще. С другой стороны, есть зависимости у расширений. А у зависимости расширений есть зависимости расширений. И дальше с учетом импортозамещения зачастую происходит ситуация, когда мы вынуждены компилировать компилятор, нужные версии для зависимости, зависимости, которую нужно прикрутить. Особенно на всяких астролинуксах. Это классно. Мы, наверное, все занимались этим с удовольствием на рубеже тысячелетий, но сегодня хотелось бы как-то ускорить этот процесс. По нагрузочному тестированию. Ну, ароклисты спрашивают, где у нас RAT, где вообще хотя бы SQL Performance Analyzer, почему нельзя взять, собрать все эти запросы, проиграть хотя бы селекты, посмотреть, как они будут на новой версии с другими параметрами выполняться. Ну вот, к сожалению, в этом направлении пока что нет ничего. Ни ванили, нигде. Поэтому руками в 21 веке мы готовим все скрипты, изменения, тестируем. Вопрос управления ресурсами. Ароклисты спрашивают, где ресурс-менеджер? Или даже, может быть, IO-ресурс-менеджер, который есть в экзодате? Ну, до кучи так спрашивают, может, у вас и экзодата в Postgres есть? Ну, здесь постгрессисты обычно отвечают, что, во-первых, а зачем? Ну, мы не хотим толкаться на одном сервере и страдать. Мы хотим поднять еще один Postgres, еще один кластер, и там у нас все будет летать. Это, во-первых. Во-вторых, компания Postgres Pro говорит, что у них есть ресурс-менеджер. А что касается экзодаты, здесь ситуация интересная. Конечно, экзодаты нету, но есть, например, вот комплекс, называется машина баз данных от Postgres Pro и Скала-Р. Конечно, датабейс-машин очень откликается у ороклистов, они начинают ругаться, что это такое. И компания Astra тоже выпустила комплекс, который называется X-Data, что тоже как бы намекает на некоторые попытки эту часть рынка занять. Конечно, пока там далеко до экзодаты, но это очень интересное направление. Про некоторые методы восстановления данных. Ороклисты очень любят флешбек-датабейс и очень любят флешбек-квери. Ну, что касается флешбек-датабейс, то нету примерно ничего и нигде. Что касается флешбек-квери, в принципе, тоже нету ничего и нигде, но вообще-то говоря, можно же переключаться между транзакциями в Postgres и подсчитывать старые данные. То есть теоретически такая технология может существовать. И, наверное, самая большая боль ороклистов – это трассировки, которых нету нигде, потому что, ну, единственный способ, который я знаю – это включить флаги, определенные при компиляции Postgres из исходников, и тогда будет отладочная информация какая-то накапливаться. Все мы понимаем, что это непродуктивное решение, обычно не воспроизводится на тесте проблемы серьезные, которые надо трассировать. Поэтому на сегодняшний день нам остается только трассировать процессы операционной системы совместно с поддержкой ковырять их дальше. Но здесь есть другой вопрос. А что, собственно, мы хотим увидеть в этих трассировках? Потому что в Postgres на текущий момент нету событий ожидания такого количества, как в Орукле. Там просто их нет. То есть, и дальше у нас рисуется странная такая дилемма, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что эти события обязательно должны быть в ядре. А в ядро включать такой функционал Postgres не хочет, потому что он говорит, ну, зачем нам? У нас Оракл есть, пусть его найдут, Оракл ставят и с ним там страдают. У нас ситуация немножко другая. Насколько я знаю, была попытка даже разработать расширение, которое будет генерировать эти события. Но мы же понимаем, что это не высокопроизводительная система, которая через расширение что-то там пытается ядро тормозить. Поэтому здесь есть надежда только на отечественных производителей, которые в какой-нибудь момент решат отойти немножко от расширения и залезть в ядро. На текущий момент никто этого не делает, потому что, ну, понятно, почему потеряется совместимость. И, наверное, это самая большая беда для Ораклистов в Postgres. Ну и в заключение, да, наверное, вот такой картинкой, в принципе, с одной стороны, у нас open source, у нас можно интерпрайс бесплатно. С другой стороны, если вы хотите какой-то комфорт, какую-то поддержку, вы вообще хотите как-то жить с этим более-менее, то придется за это платить, так или иначе, либо вендору, либо поддержке. И это, к сожалению, неизбежность. Вот. Спасибо большое за внимание. Вопросы? По традиции, вопросы из зала. Поднимаем руку. К вам подходит девушка с микрофоном. Вы представляетесь. Имя и организация. Как вас зовут и организация? Евгения Пажетна, Postgres Pro. Спасибо большое, Михаил. Вопрос. Большинстве компаний стоят отказоустойчивое решение кластер В какой-то, да, патронник, каросинк, пейсмейкер. Что у вас с поддержкой такого рода вещей? Ну, с ванилой по большей части используют патронни и TCD. Это из того, что мы видим. Мы чуть-чуть видели каросинк, да, но, в общем, по большей части сейчас патронни. Все пришли к тому, что он достаточно стабильно работает. И, ну, и как многие даже аналоги разрабатывают чуть-чуть дорабатывают его. Ну, могу, извините, второй вопрос задать, если больше желающих нет. Я услышал про реактивную поддержку, если я правильно понял. Есть ли что-то с проактивной частью? То есть, можете ли вы, там, я не знаю, аудиты какие-то или тесты пройти? Да, ну, здесь, смотрите, у нас есть два подхода. Один – это техподдержка, когда мы, там, ну, если что-то случилось, мы поможем. Или, там, раз в квартал будем приходить и смотреть, как у вас дела. Либо это администрирование, то есть, это аутсорсинг, мы полностью берем на себя администрирование СУБД и дальше отвечаем за нее как за свою. То есть, мы ее мониторим, мы там capacity следим, мы там, ну, и дальше все делаем, тюним параметры, вот в таком ключе. Спасибо. Время у нас на вопросы, если что, есть, поэтому не стесняемся. Добрый день, Александр Марков, «Газпромнефтитоп». У меня такой вопрос. Решали ли вы задачи актуализации, ежедневной актуализации больших баз данных? А ежедневной актуализации, в смысле, из… Вы из боевой актуализируете тестовую среду? Ну, прям больших-больших, наверное, не скажу, да, что каждый день мы решали эти задачи, но если вы хотите услышать какое-то решение, чтобы я сейчас его выдал, наверное, не подскажу. Так, можно девушку, да, еще? Ну, я могу подойти потом просто, если у вас они есть. Ну, подойдите, обсудим, конечно. В персональном порядке. Хорошо, еще вот можно повернуться назад. Добрый день, Дмитрий Пономарев, компонент, пас компани. Вопросик. При использовании high-webill системы, там, как правило, используется какой-нибудь баунсер. ПГ-баунсер идет стандартом, но он занимает только одно ядро, а что еще можно использовать, кроме Одиссея? Ну, мы используем ПГ-баунсер и хапрокси, иногда в связке. Ну, у ПГ-баунсера, он только, если не хватает процессорного времени, он не уходит на второе ядро. Это его старая проблемка известная. Ну, их можно несколько же сделать. Ну, как-то не очень красиво, хотя можно. Согласен, да. Хорошо. Еще есть ли вопросы? Поднимайте руку, и, соответственно, будет возможность получить ответ компетентный. Так, с вопросами, я так понимаю, у нас все. Как могу тянуть время? Что ж, друзья, да, получается, выбираем лучший вопрос? Ну, про большие базы каждый день это, конечно, интересная тема. Большие базы каждый день. Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы девушка к вам подошла и вручила подарок. Или человек уже ушел? Ушел, да? Видимо, ушел, да. Ну, тогда получается второй у нас вопрос. Получается, забирай, да, подарок. Вот так вот. Досиживайте. У нас же вот неоднократно говорили, что работает эта метода. Вы задаете вопрос, и получается приз. Большое спасибо вам. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо.